Здравствуйте! Вы смотрите новости. Сегодня вы узнаете. Месяц назад благотворительный фонд Стмеги объявил литературный конкурс «Еврейский аромат» и приурочил его к празднику Пурим и Всемирному дню смеха. За это короткое время удалось выявить писательские таланты у десятков участников вкусного конкурса. Оценивали литературные шедевры актер Ефим Банчик, сценарист Владимир Фараджев, руководитель генеалогического проекта Еврейского музея Владимир Полей, и редактор журнала «Корни» Семен Августевич. Меня несказанно обрадовала сама идея литературного конкурса, посвященного национальной кухне. Ведь именно застолье, еда связывает нас с родным домом, с нашими родными и близкими. А значит, здесь формируется наше национальное самосознание. Кому-то удалось рассказать о замечательной кухне горских евреев лучше других, а кому-то нет. Не беда, что кто-то опередил других, здесь нет проигравших. Впереди много конкурсов, и удача еще не раз улыбнется настойчивым. Компетентному жюри пришлось нелегко. Выделить лучших было непросто. После долгих споров члены жюри выбрали достойнейших. Награда нашла своего героя. А точнее, сразу двух. В номинации поэзии победила Тейла Нисанова. А в прозе самым-самым стал Семен Гаврилов. От пищи духовной к реальным рецептам. Рина Самойлова приглашает 3 апреля всех женщин общины на мастер-класс по традиционной еврейской кухне. Наши женщины будут знакомиться с основными блюдами, которыми славится наша страна Израиль. Мы знаем, что ни один израильский стул не обходится без хомоса, без фалафеля, без тхины, без многих других израильских блюд, которых, может, мы даже не знаем. И в четверг у нас будет первое такое открытие этого урока. Мы пригласили повара, его зовут Уриэль Садикар. Он много лет жил в Израиле. Продолжение следует... Они будут транслироваться в программе, связанной с политикой, бизнесом, культурой и горскими евреями. Правительство еврейской автономии на Луне приняло решение о смене своей орбиты с Земли на Марс. В связи с этим эмиграция евреев из России на Луну будет временно приостановлена. Йоси, вы куда у нас прямой эфир? Сема, я должен успеть сдать билетики. Вы что, собирались эмигрировать на Луну? Нет, но у меня осталось 40 лишних. Также на нашем канале вы сможете увидеть отчетную программу о пурями 2014 года. Самые яркие моменты праздника, которые были запечатлены в Парадазе, Меоце, студии Игоря Сандлера и других местах, отражены в специальном репортаже. Еврейский народ жив. Всегда будет жив. И всегда все будет хорошо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый месяц несет в себе массу приятных изменений. С сегодняшнего дня обновлена социальная сеть stmagi.com. Теперь ваша персональная страничка будет выглядеть совершенно иначе. Дизайнеры и разработчики сайта постарались учесть все замечания и пожелания для того, чтобы работа с сайтом была удобнее. Его развитие продолжается постоянно, поэтому администрация готова рассмотреть все ваши предложения, отзывы и комментарии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Израильская маца в подарок москвичам. Акцию под таким названием проводит крупнейший еврейский благотворительный фонд России. Накануне праздника Песах жители столицы могут заказать две бесплатные упаковки израильской мацы с доставкой. Подобную акцию российский еврейский конгресс проводит уже второй год. На этот раз для семей с маленькими детьми фонд подготовил дополнительный подарок иллюстрированную детскую книжку американского автора Симса Табака в переводе Михаила Яснова. Организаторы благотворительной акции предупреждают, что количество книг и мацы ограничено. Спешите! Все подробности на сайте российского еврейского конгресса. Ровно 90 лет назад, 1 апреля 1924 года, Адольф Гитлер был посажен в тюрьму на 5 лет за организацию пивного путча в Мюнхене. А что еще произошло в этот день, вы узнаете из нашей исторической хроники. 1 апреля 1925 года на горе Скопус при участии главнейших сионистских деятелей, глав британской власти, а также представителей арабской общины, был открыт еврейский университет в Иерусалиме. Среди учредителей университета были крупнейшие европейские ученые, имевшие еврейские корни, такие как Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Мартин Бубер. Идею создания университета также активно поддержал главный раввин Палестины Раф Кук. Кстати, Альберт Эйнштейн завещал еврейскому университету все свои письма и рукописи, а также копирайт на коммерческое использование своего образа и имени. А на сайте stmegi.com вы можете узнать об успехах наших ребят в боксе. Станет ли Бэйр-Шева киберстолицей Израиля? Как готовится к Песоху Красная Слобода? И как отметили день рождения Конгресса бухарских евреев? Читайте stmegi.com и будьте в курсе событий. Весеннего вам настроения, улыбок и пусть в вашем доме никогда не будет пасмурной погоды. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Худокумек. Субтитры создавал DimaTorzok